Сейчас к нам подключается украинский журналист Роман Цымбалюк. Рома, привет. Привет, привет, Ксения. Скажи, пожалуйста, как украинское общество, украинская власть в целом воспринимает сейчас происходящее? Я имею в виду прежде всего вот эти псевдореферендумы, но мы и об остальном поговорим тоже. Какие у этих референдумов, которые сами по себе фейковые, могут все-таки быть реальные последствия? Значит, первое. Слово референдум, оно вообще недопустимо к использованию в данном контексте. А я говорю псевдо. Так вот, еще раз. Когда речь идет о каких-то разговорах в этом плане, как проходило, что проходило, это просто недопустимо. Это значит представить референдум в Бухенвальде, например, где, послушайте, значит, самая непроговоренная, главная вещь. Сначала пришел российский оккупант, были убиты тысячи людей, а теперь они проводят якобы какое-то голосование. Это, в принципе, недопустимая формулировка. Это просто называется нагадить всеми способами на сам процесс выборов. Особенно, когда мы общаемся на таком прекрасном ресурсе, как «Голос Америки», где президент Байден и не только президент Байден говорят такое прекрасное слово, как «демократия». Понимаете, что нельзя пачкать это слово, слово «демократия». То, что там происходит, это не имеет к этому никакого отношения. Вопрос в другом. Для чего это Кремль делает? А мы прекрасно знаем, для того, чтобы объявить эту территорию России и использовать или грозить тому же Байдену, нам, убийством, посредством использования ядерной бомбы. Вот об этом надо говорить. Я прошу прощения, Рома. У нас почему-то нет изображения, только звук идет. Звук, правда, очень хороший, прекрасно слышно, но нет камеры. Могу переключиться сейчас. Можно, да, попробовать переключиться. А я как раз расскажу об американской реакции. Вот в подтверждение того, на что сейчас обратил внимание Роман, США уже заявили, что никогда не признают никаких претензий России на аннексию частей Украины. Об этом еще несколько дней назад сказал журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, мы никогда не признаем эту территорию чем-то иным, кроме как частью Украины. Мы однозначно отвергаем действия России. Также советник Белого дома назвал референдумы, вот это то, о чем только что говорил Роман, оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности. В свою очередь президент США Джо Байден назвал безрассудными ядерные угрозы России и предостерег путинский режим от попыток проведения псевдореферендумов. Об этом он заявил в среду во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Я надеюсь, что Роман к нам подключился. Да, я с вами, слушаю вас внимательно. А я тут сказала, вероятно, ты как раз подключался. Я сказала, что как раз Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, он как раз об этом и говорил, он назвал эти так называемые референдумы оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности Украины. И вообще оскорблением принципов суверенитета. Ну так я об этом и говорю. То есть нужно говорить исключительно о последствиях того, что Россия объявит эту территорию своей собственной. Вот это главное последствие. И вот здесь мы уже должны говорить и с Салливаном, и с американской администрацией в целом, и с нашими западными партнерами на фоне мобилизации, как реагировать на это все. Мне кажется, просто надо смотреть на следующее. А. Ответ Запада должен быть выработан уже сейчас на использование России тактического ядерного оружия против Украины. Ну и дальше все по списку. Абрамсы сюда и другие системы. Дело в том, что мне кажется, на Западе уже четко осознали, что эта война не против Украины. То есть если они убьют всех нас, потом они будут убивать вас. Я обращаюсь в данном случае к западному избирателю, западному обывателю. Это ваш интерес поставлять сюда оружие. Это ваш интерес, чтобы мы имели возможность отминусовать любое количество граждан России, которые сюда придут в касках 43-го года. Вот это вот, наверное, важно. Но сейчас, мне кажется, это понимание действительно уже ко всем пришло, что это касается далеко не только Украины, это касается и всей Европы. Ну, может быть, некоторые европейские страны это не до конца поняли. Но, по-моему, к этому идет или пришло уже. Я бы хотела поговорить о еще одном важном событии, которое на этой неделе произошло. Я его упомянула. Это возвращение азовцев. Что известно сейчас об их состоянии? Ну, люди после пыток, после бесчеловечного обращения... Слушайте, да все говорят фотографии. Посмотрите на украинских пленных, которые вернулись оттуда. Худые. Ну, вот вы показываете эти кадры. Посмотрите на лица, которых вернула Украина. Просто лишний раз доказывают, что мы абсолютно разные и ничего нас не связывает. То есть Украина выполняет Женевскую конвенцию. И я, если честно, сторонник того, чтобы продолжать это делать. Не потому, что мы любим Россия, но если он попал в плен, а не погиб в бою, значит, надо это следовать и в конечном итоге его обменять. Вот этот тезис, кстати, у нас понимают и военные. Понятно, что в пылу боя там может быть разные ситуации. Но глобально есть командиры, есть особисты, представители службы безопасности, которые как раз заинтересованы, чтобы этот обменный фонд пополнять. У нас же там много людей попало в плен, особенно, допустим, охрана Чернобыльской атомной электростанции, когда с территории Беларуси зашли. Люди все время в плену, когда вся вот эта вот аромада зашла туда. Понятно, что бой дать им было реально невозможно. Поэтому вот так вот. А то, что они не люди, ну, блин. Если эти, ну, я даже не знаю, какое слово использовать. Вообще-то, наверное, идеальное определение – это нацизм. Если они сбрасывают бомбы на роддомы, театры с гражданским населением, где живут русские, где находятся русскоязычные, что очень важно, граждане Украины, ну, так что их может где-то остановить. Вот. Но сам факт возвращения азовцев и обмена их на Медведчука, ну, мне кажется, это так как поводить одним местом по губам российского глубинного народа. Потому что, ну, знаете, Путин поменял кума на солдат. Вот это вот ключевой момент. То есть вот в день мобилизации просто этому условному мобилизированному или могилизированному просто сказали – вот твое место, твое место просто сдохнуть по приказу царя. А он заберет своего кума, который, кстати, оставил там миллионы российских долларов, там, собственный вагон, там, серевиза в кучу, кожаные куртки и так далее, которые все это было куплено на российские деньги, а должны были заниматься подрывом Украины, созданием там портатой колонны и так далее. А нет никакой пятой колонны, только армия России. Об этом в своем телеграм-канале «Черная лампа» писал на днях Валерий Калныш. Он написал, что этот обмен – это такая непростая задачка для мозга жертв пропаганды российской, потому что как это вернули таких опасных нацистов, которых там собирались судить и много об этом рассказывали, и обменяли их на путинского кума. То есть получается, что Путину его кум дороже, чем российские военные. Вот как на этот вопрос люди сами себе собираются отвечать? Никак, никак. Они используют монополию на телевизор, на информацию. И Кремль работает всегда одинаково и очень просто. Они банально эту тему выкидывают из эфира. Об этом не говорят. Вот если проанализировать, допустим, генералов российских пропагандистских информационных войск, то об этом почти нет никаких сообщений. Вот самые крутые товарищи из этой плеяды, типа Владимира Рудольфовича Помета, извините, Соловьева, они просто или кого-то репостили, или репостили официальное сообщение именобороны. Все. И тема закрыта. Так всегда действует российский агитпроп, если Акела или мстительный маньяк Путин промахнулся. Как он Акела? Роман, а у меня для вас новость. Вот я сейчас так официально обращусь. По всей видимости, Минюст только что признал Романа Цимбалюка иноагентом Минюст России. И... Вот надо... Ксения, послушайте меня. Надо это еще проверить, но, по крайней мере, в реестре это уже есть и фигурировано. Ксения, смотрите, значит, 14 сентября 2022 года истекла моя аккредитация при МИД Российской Федерации. Я не знаю, можно ли использовать ненормативную лексику в вашем эфире, но я скажу прямо, мне абсолютно насрать на Минюста Российской Федерации и на всех соответствующих представителей. Я гражданин Украины, причем военнообязанный, значит, наша задача убивать российских оккупантов. Статус иноагента, неноагента, не имеет значения. Хотя, с другой стороны, с точки зрения, как это, я не знаю, но, видите, остались у меня друзья в Москве, которые решили меня попиарить немножечко, но ради бога, меня это вообще не трогает. Смерть российским захватчикам, они умрут тут все, мобилизированные, не мобилизированные. Мы их вырежем, всех бешеных, ну, точка. Пусть добавят вот этот вот спич в обоснование, что там иностранный агент. Да совсем перед вторжением они меня хотели посадить там. Ну, приглашали в какие-то там прокуратуры, там еще что-то. Разжигание ненависти и вражды. А я им всегда говорил, 55 тысяч российских мужчин сдохли, потому что они слушали романа Цымбалюка. А я им говорил, что все мужчины России, которые пересекут границу Украины с оружием в руках, будут убиты. Ну, что, надо сказать было, Рома, спасибо за совет, ты спас нам жизнь. Ну, вот, вами не послушались, дебилы, что же сделаешь. А вот у меня как раз последний вопрос о мобилизации. Как человек, который жил, работал в Москве несколько лет, как ты воспринял реакцию россиян на происходящее? Ты ждал массовых протестов после того, как мобилизацию объявили? Понимаешь, мы все жили в России, признаем, как проходят российские протесты. Я еще мог каким-то образом допустить, что вот в таком ключе протесты проходит, когда там, ну, вот последний там оппозиционер сел в тюрьму, я говорю об Алексея Навального. У вас есть несколько вариантов, на самом-то деле, не так много. Или браться за булыжники и бросать вот этих мальчиков, которые тоже не хотят в Украину, в шлемах, совсем не хотят, потому что мы их будем отстреливать точно так же, как и мобилизированы. А здесь они могут бить людей безнаказанно. Или бросать в них камни, стрелять в них, требовать им того, чтобы Путина повесили за военные преступления. Потому что это не наш интерес, это ваш, россияне, интерес, национальный интерес, вопрос вашего выживания просто. Второй вариант, просто бежать, бежать без оглядки, переплывать на холодные реки и озера, как в фильме, что там, Восток-Запад когда-то такое было. В противном случае, смерть, вы понимаете? Смерть. И когда мы видим эти митинги, ну, я не знаю, это похоже на мазохизм, хотя я, ну, я с симпатией отношусь к этим людям. Ну, на практике, вот резюме, кого задержали из мужиков, все получили повестку, и что? Вы думаете, мы будем разбираться? Мы будем смотреть на сосредоточение российских военок. Мы не будем спрашивать, понимаете? Ну да, это то, о чем вот Андрей Дегтяренко как раз сказал. То есть украинскому солдату все равно, от кого в него летит пуля. Человек хотел стрелять или не хотел, так в том, что пуля летит. Она не летит. Смотрите, смотрите, это просто солдат российской армии. Никто не будет спрашивать ни национальности, ни вероисповедания, ни его родной язык. Бурят он, русский или этнический украинец. Он пришел в составе оккупационной армии. Все. Смотрите, как это работает. Значит, наши западные партнеры начинают отслеживать российские составы, которые везут этих людей еще за Урала, понимаете? Вот я вот, посчитайте, военная тайна. И вот как только они пересекают границу, они сразу попадают в такую ситуацию, когда к ним может прилететь. Их же мобилизируют не почему. Вот почему их мобилизируют? Потому что сдохла кадровая армия в Украине, понимаете? Ну почему-то никто об этом же не говорит в России. Они умерли, понимаете? Валяются по посадкам, забиты все российские госпиталя покалеченными российскими мужчинами моего возраста, старше, младше. И только потому, что вот эти ребята, что там, они кричат на улицах Москвы Путина в окопы. Понимаете, что эта тактика, она уже не сработает. Тут надо сжигать военкоматы вместе с военкомами. Ну или бежать, то есть или воевать. Я вам, знаете, как скажу, ситуация точно такая же, как у нас. Вот в Украине вообще все просто. Есть только две опции. Бежать или воевать. Россияне в данном случае в той же лодке, нет, в похожей лодке, только с другой линии фронта. Все просто. Поэтому границу они пересекут, дальше их начнут минусовать. Еще раз. Воинские контингенты, кадровая армия, у них, ну, просто много российских парней уже умерло. И надо вместо них поставить каких-то других. А мы будем работать нон-стоп, понимаете. Там, да, многое зависит от тех же Соединенных Штатов. Но что-то мне подсказывает, что перебоя с боеприпасами у нас не будет. В отличие от Российской Федерации. Да. Я тут, я тут. Если что, я могу пока Ксения приходит поговорить еще и пожелать, посоветовать российским гражданам сюда не приезжать. Это так просто. Вы понимаете, я жду Ксению, заполняю паузу. Я ж профессионал. Я иностранный агент, Йоксель-Моксель. Мы защищаем свой дом. Вот давайте поставим на место любого российского парня. Из Дагестана, он или из Бурятии. Или он из Москвы. Вот смотрите, родогие, москвичи. Вот представляете ситуацию. Вот я, я столичный парень. Я киевлянин. У меня киевская прописка. У меня большая квартира в Киеве. Вообще. Все в шоколаде. И тут в мой дом прилетает российский снаряд. Это реальность. Ну да. Неприятно. В нашем случае все обошлось. Не было пожара. Перекрытие немножко у соседей пробило. И что? Все это отремонтировано. Никто не погиб. Так вот теперь внимание. Как вы думаете, что я думаю, надо делать с российскими солдатами? Мобилизированными или нет? Ну да. Женевская конвенция. Я это помню. Свои слова. Как вы думаете, россияне, москвичи и все остальные? Как вы бы отнеслись к такой ситуации, если бы ваш дом прилетел снаряд? А? Думаем, россияне. Думаем. И делаем выводы. Так, если надо заполнять паузу, я могу еще... ать